Кризис коснулся всех. Прославленная команда Камазмастер приняла решение продать часть гоночных грузовиков. Это нужно, чтобы пополнить внутрикомандный бюджет, поскольку от коллектива отвернулись главные спонсоры. И эта ситуация не просто исключение из любых правил, а редчайший прецедент. Все последние годы Камазмастер, наоборот, скупал технику, ранее проданную участникам, дабы создать огромный музей под открытым небом. Как заявил руководитель команды Владимир Чагин телеканалу Матч ТВ, продать часть спортивных автомобилей команду заставила жизнь. Однако семикратный победитель Дакара не видит ничего плохого в том, чтобы обеспеченный коллекционер разжился вожделенным Камазом. Самым дорогим лотом оказался грузовик 4359. Это абсолютно новый автомобиль без спортивной биографии, но аналогичные машины добивались побед и призов на Дакарах 2019, 2020 и 2021 годов. За него просят немалые 60 миллионов рублей. Модель 4326 2007 года постройки дешевле, чуть больше 10 миллионов. Она выходила на старт 14 гонок, включая Дакары, где трижды занимала четвертые места. В разные годы этим автомобилем управляли Ильгизар Мордеев, Дмитрий Сотников и Сергей Куприянов. Наконец, за 8 миллионов реально приобрести харизматичный, но не молодой двухосник 4911 2004 года постройки. За его плечами 10 гонок разного уровня, 6 из которых были победными. И продолжая грузовую тему. Российские производители самосвальных кузовов совершенно ожидаемо остались без знаменитой износа стойкой стали Hardex, которую выпускает шведская компания SSAB. Правда, по словам специалистов фирмы Becema, сталь новолипецкого комбината НЛМК ничуть не уступает Hardex по качеству. Кроме того, аналогичные листовые материалы также производят магнитогорский ММК и череповецкая Северсталь. Однако, чтобы гнуть самые толстые 12-мм листы для полоскальных самосвалов, российским металлургам придется покупать соответствующее оборудование. Хотя шведы присылали готовые заготовки нужной формой. Другая проблема, которую описывает авторевью, в том, что отечественные производители вдруг начали гнать брак, поставляя сталь толщиной 6 мм не той твердости, которая нужна самосвальщикам. Субтитры создавал DimaTorzok